Всех приветствую, с вами Декоди, и это очередное информационное видео, в котором я освещаю различные новости и события из мира Geometry Dash. За последние две недели произошло как никогда много интересных событий, поэтому рассказать про них определенно стоит. Не успел я порадоваться недавно появившемуся глобальному рейтингу, как он куда-то исчез. Несмотря на это, во вкладке глобал он прекрасно отображается, но что толку-то, если в профиле на его месте все равно ничего нет. У других же игроков, которые ранее сталкивались с такой же проблемой, рейтинг имеется, следовательно мне опять очень крупно не повезло. Впрочем, пару сообщений о том, что я якобы читер, ведь у меня нет рейтинга, точно не сделают погоды. Если вы хотя бы изредка заходите в профиль Мичигана, то явно видели его сообщение о том, что по достижению 100 тысяч подписчиков он покажет лицо. Я не верил в это до последнего, пока на его канале не стукнула данная цифра, и он оперативно не выпустил короткое видео, где поблагодарил подписчиков за поддержку прямо на камеру. Как оказалось, Мичиган честный игрок и ютубер, который держит свое слово. Но вот что примечательно, после момента публикации сообщения в своем профиле, количество новых подписчиков за месяц у него увеличилось аж в два раза, что говорит об образовании своеобразного интереса вокруг его личности. И хотя на данный момент Мичиган является топовым игроком, в скором времени все может поменяться, ведь игрок с ником Shaggy23, который находится пока что на второй позиции, не дремлет и с каждым днем только набирает обороты, приближаясь к первому месту в топе. Неизвестно, как Мичиган отреагирует на предстоящее смещение, если он вообще допустит его. В общем, время покажет. Другой, небезызвестный игрок Funny Game, один из топовых креаторов, по моему мнению, удалил свой новый уровень, никак не прокомментировав это. Непонятно, чем он руководствовался, левел вроде неплохой получился. Хоть и не такой оригинальный, однако освоение новых стилей никому еще не навредило. Возможно, у него случился так называемый творческий кризис. В любом случае, будет очень грустно, если он уйдет. Как-никак, один из первых серьезных креаторов Geometry Dash, который почти каждый раз в своих уровнях превозносит что-то новое в игру. Около недели назад, зайдя в дейли уровни, вы могли наблюдать вполне стандартную картину. Обычный уровень от обычного креатора. Но открыв описание, можно понять, что этот левел был посвящен двум креаторам, в том числе и мне. Только по прошествии некоторого времени я вспомнил, что Нибблер оставлял комментарий под одним из моих роликов, в котором просил поиграть в его левел. Мне даже и в голову бы не пришло, что он спустя некоторое время может попасть не только во фьючерит, но и в дейли уровни. Очень необычная ситуация, да и вообще очень приятно видеть таких креаторов. Про другие уровни, которые вы насоздавали более 500, я не забыл. Уровни от подписчиков обязательно будут. В прошлом информационном видео я рассказывал про конкурс иконок, даты его проведения, некоторые подробности, и вот пришло время подвести определенные итоги. Как я изначально и предполагал, такая идея оказалась просто потрясающей. Фантазия Роберта не может быть бесконечной, а игроки, которые имеют навыки рисования, почти всегда оставались в стороне. Но не в этот раз. Посмотрев работы номинантов, я был очень поражен, ведь это именно те иконки, которые я бы прямо сейчас приобрел в новом магазине и стал бы ими играть. Увы, но когда выйдет следующее обновление, пока неизвестно. В принципе, я не против, если умельцы воссоздадут эти иконки в каком-нибудь текстурпаке, ибо это более чем реально. Вы никогда не задумывались, что по факту нет ни одного нормального русификатора игры? Так вот, один из подписчиков, а именно Кирилл Афанасенко, решил сделать полноценный перевод Geometry Dash. Сейчас вы можете наблюдать первые наработки. Конечно, до идеала еще очень и очень далеко, но все же, если вам нравится данная идея, то обязательно пишите об этом в комментариях. Посмотрим, насколько будет востребован перевод. Что насчет моего нового уровня? Во-первых, он будет в материал-стиле. Во-вторых, ориентировки на демона пока нет. Максимум insane. Постараюсь использовать очень необычные декорации, которые точно будут отличаться от декораций Optical. Относительно даты выхода я говорить ничего не буду, так как это спрогнозировать почти невозможно. На этом видео подходит к концу. Следите за моей страничкой ВКонтакте, иногда я там делаю некоторые публикации. А также приходите на субботние вечерние стримы, которые проводятся в 9 часов вечера по московскому времени. Кроме того, не забывайте ставить большие пальцы вверх и подписываться на канал. Всем удачки! Субтитры сделал DimaTorzok